Девчонки, всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Хотела сказать такую фразу, вы не ждали, а мы к вам пришли. Так вот, новое видео. И новое видео на сегодня будет о покупочках, о тех покупочках, которые я приобрела совсем, так сказать, за маленький срок, неделю или две. И я хотела бы с вами поделиться, сказать свой отзыв, свое впечатление. И стоит или не стоит там брать. Ну и вообще, покупочки будут и для дома, и для себя любимой, так сказать. И, соответственно, какие-то подарочки, которые я сама лично сделала. Поэтому давайте приступим. А кого, если, может быть, не интересует такое видео, то увидимся вновь в следующих видео. Первое, что я хочу вам рассказать, про сайт fissmar.ru. Я вам рассказывала, что я хотела там приобрести кое-что для дома. Хотела приобрести и приобрела, соответственно. И хочу поделиться с вами своим впечатлением. Я первый раз приобрела, приобретала там некоторые позиции у них. И какие мне сложились впечатления. По поводу продукции, то, что они предоставляют. У них ассортимент очень большой. Там и посуда, там и ложки, и тарелки. То есть, все для дома, да. Там даже есть моющие средства. Там есть хранение. Ну, все-все-все. Если вы зайдете на этот сайт fissmar.ru, вы увидите очень много всего. Это не реклама. Я купила за свои денежки. Мое впечатление по поводу товара. Он очень качественный и хороший. То, что я хотела... Ну, ожидания мои оправдались. Но сложился немножко такой форс-мажор в плане доставки. И я вас хотела бы предупредить, да. То, что тем более в преддверии новых праздников. Я не знаю, как у них это может быть происходит постоянно. Такие непонятные ситуации. Может быть, действительно, как они говорят, в преддверии Нового года. Хотя, ну, в принципе, до Нового года еще не вот там недели осталось. Да, или там две даже. Я приобрела три позиции. И быстро мне на следующий день отзвонились. Соответственно, вечером доставил курьер. Но в чем заключается ситуация? Ситуация заключается в том, что у них курьеры... Они не разъезжают на машинах и не развозят. Курьеры у них, они пешие. Как они говорят, что приходится обращаться к пешим курьерам. Ну, не знаю, правда, нет. И у них они... Ну, мне было тяжело, допустим, понять курьера и договориться, потому что курьер очень плохо разговаривал на русском языке. Вот в этом есть момент. И поэтому немножко были несостыковки по времени. Если для вас это не так столь важно, то есть, как бы, то можете, пожалуйста, там обращаться и заказывать тот или иной товар. Еще раз скажу, что товары очень хорошие, очень мне понравились. Ну, то, что касается доставки, у них, конечно, не отлажена система, поэтому там все индивидуально. Итак, были три позиции. Первая позиция – это был ВОК на 32 диагонали. Уже с крышкой ВОК шел. Стоимость... Он был со скидкой. Так он стоил даже 10 ценник. Давайте вот с него и начнем. Даже ценник здесь прилеплен где-то. Вот такая вот коробка большая. А, вот ценничка. Такая вот большая коробка. Марка Fissman. Fissman. ВОК. Ценник у него даже здесь прилеплен. Он стоил 5952. Но он шел у них на сайте со скидкой. И я приобрела за 4463 рубля. ВОК достаточно большой. Это самая большая у них по самому большому диаметру. 32. Со стеклянной крышкой шел в ВОК. А Мунстоны – это такая как бы у них линейка. Не знаю, там серия. Как у них там распределяется. Давайте вместе сейчас... Я вот получила, так сразу просто открыла, что все в порядке. То есть такая вот коробка большая. И сразу как бы решила заснять видео. Если они делают доставку в другие регионы, то они упаковывают очень все классно. Я была сама свидетелем этому. Так как они находятся в Москве, я проживаю город Москва, поэтому, соответственно, они просто в пакете с лафановым не упакованы. Потому что сам ВОК идет в коробке, и поэтому они просто в пакет положили. ВОК, значит, идет у нас, если быть точным, прочитать, значит, он идет у нас, сейчас я вам скажу, 4 здесь слоя идет у ВОКа. Поэтому здесь высокопрочное антипригарное покрытие усилено натуральной каменной крошкой на основе минеральных компонентов. Ну и дальше там грунтовой слой, там еще что-то, еще что-то. То есть самое главное то, что я вам прочитала. Вот такой вот ВОК. Посмотрите, какой красивый. Во-первых, серенький мой любимый цвет. Ну и, естественно, металлические ручки. Этот ВОК можно мыть по суточно-моечной машине, и можно даже использовать его в духовке. Вот. Ну, такое вот дно, значит, глубокий достаточно. Я очень сильно его хотела. И вот как раз он у меня. Здесь пользоваться нужно лопатками деревянными, либо пластик, не металлические. То есть, потому что, чтобы не навредить. Ну, такой вот ВОК. И к нему шла крышечка. Немножко так пошуршу. К нему шла крышка, тоже упакованная, специально одета вот такая вот штучка. Вот, да. То есть, то, что удобно, что не нужно покупать крышки. Потому что вот если брать как раз сковородки, там нужно дополнительно покупать крышки. И вот такой вот ВОК мы имеем. Моей кухни будете теперь его видеть. И вместе мы с вами будем готовить. Убираем его в сторону. Значит, вторая позиция у меня была сковорода с антибригарным покрытием на ДОБА. Он мне обошелся. Он стоил там 2300 с чем-то. Но там у них как бы есть такая фишка, что 5% скидка. И он мне обошелся 2279 рублей. Вот у меня есть накладная. Все накладное они прилагают. Вот такая вот сковорода. Сниму эту штучку. Пятислойная она. То, что я очень хотела, тоже серенькая. Видите, какая красивая. Вот такое вот дно. Ручка очень упругая, хорошая. Ну, он пластик, ручка. Ну, такой очень приятный в руке. Завинченная хорошо. То есть, как бы нет никаких вообще вопросов. Изъян, сколов или еще что-то. Я взяла в размере диаметром 24. Я хочу такую же еще взять, 28. И вообще пришла к тому, что я много что повыкидывала. Пришла к тому, что к минимальности. Вот просто я вот прям сейчас минималистом стала. То есть, все по минимуму. Чтобы не было вот это вот не валялось, не держалось. Я перебрала всю посуду. Что-то оставила, что-то выкинула, что-то поменяла. Потому что уже, ну, как бы надоело. Вот это вот еще люблю, когда в одном стиле, ну, практически, да. Там, допустим, в цвете. Чтобы как-то все не разноперстное было. Чтобы это как-то немножко сочетание было. Вот. И, значит, вот такой вот 24. Для чего я хочу его использовать? Я его хочу использовать блины, яичницу. И, допустим, что-то разогреть. Там, я не знаю, ну, гарнир какой-то, да. И просто удобно. Я думала 20, либо 24. Но все-таки выбрала 24, потому что 20 слишком маленькая. И плюс делать поджарку, допустим, для щей, для супа, для борща. Почему бы и нет, да. И, вы скажете, это, допустим, для блинов. Ну, там есть такие с маленьким подъемом. У меня была такая как раз сковорода. И я ее выкинула. Неудобная она для меня. Я люблю, когда есть вот этот вот подъем. Он, во-первых, не расплескивается. И, как бы, все удобненько. Она не тяжелая. Она такая достаточно нормальная. Ну, как? Нелегкая, конечно. Но то, что пятислойная она, и очень хороший отзыв на нее. Вот у меня 24, и хочу еще 28. И плюс Vogue. И мне вот за глаза. Мне этого достаточно. Мне как бы больше из сковороды, ну, больше ничего не надо. Дополнительно к ней я покупала крышку. Ну, крышку покупала не у них на сайте. Крышку покупала у меня, которая рядом, дом-маркет-магазин. Я про него тоже рассказывала. Кстати, я там сделала несколько покупочек. Тоже покажу вам. И такую вот крышку. Почему? Потому что у них, как бы, крышка в дом-маркете подешевле. Там на 300 рублей дешевле. Вот эта крышка мне обошлась 750 рублей. На 20... Нет, вру. 750 рублей мне обошлась 28 диаметра. У меня была крышка. Я вам показывала, и я ее покупала. А эта мне обошлась 650 рублей на 24. То есть она такая силиконистая, ручка силиконистая. Как раз вот сюда, вот так вот. Они в парочке смотрятся очень-очень стильно, очень красиво. И то, что нужно. Мне прям вообще очень радостно. И прям я уже быстрее-быстрее хочу там что-то приготовить. И третья позиция, то, что у меня было, это ножницы. Это ножницы марка Надоба. Я уже сделала здесь надрез. Я их проверяла. Вот такие вот ножницы. Ну, черные, обычные ножницы. Что они делают? То есть открывашка у нас идет здесь для перепелиных яиц. Ну, и, соответственно, мы можем обрабатывать рыбу. Мы можем там эти хвостики там обрезать. Еще что-то зелень порезать. Очень удобные руки. В руке ножницы. И стоили они 274 рубля. Ну, с 5% скидкой 274 рубля мне обошлось. Девочки, вы не поверите. Вот в браке я 16-й год. И первый раз у меня на моей кухне появились нормальные, можно сказать, профессиональные, но которые для кухни предназначены ножницы. Обычно у меня ножницы разного направления были, но никогда именно кухонных не было. Наконец-то у меня появились кухонные ножницы, чему я несказанно рада. Вот такие вот ножницы. Это были все покупочки на этом сайте. Они мне такую открыточку и вот такую вот открыточку присылали. Ну, как бы, да, такие открыточки. Приятно, как бы, ничего, нормально. Значит, второй момент, то, что я хочу вам рассказать по поводу посуды дальше. Значит, тот магазин Дом Маркет, который находится у меня здесь рядышком, я туда пошла, купила вот как раз вот эту вот крышку. И кое-что еще прикупила. Первое я прикупила вот такую вот лопатку. Вы знаете, она не стоит копейки. Даже у меня здесь чек есть. Вот эта лопатка стоила 59 рублей. Это ложка для риса. Почему я ее взяла? Она у меня уже была. У меня в мультиварке была вот эта лопатка, и у меня был половничек. Половничек у меня и он есть. Я его использую для блинов. А лопатка, она уже вся такая испортилась. Я ее выкинула. Когда я ее увидела, решила ее вновь взять, потому что очень удобные. Мультиварки. И она пластиковая. И в сковородке очень классные. Вообще 59 рублей. Почему бы и нет? Вот я ее отхватила. Дальше пошла на кассу. И уже подходя к кассе, я увидела по акции подставка для ложки 89 рублей. Вот такую вот красоту. Ну, в преддверии Нового года. Елочка такая красивенькая. И такая зелененькая. У меня как раз кухня, она такая зеленоватая. И я знаете, что подумала? У меня просто, когда муж что-то разогревает или готовит, всегда ложку ложат на отдельное блюдечко. доставит блюдечко и ложат. И я так и вспомнила про это. Прямо решила вот такую вот штучку купить. Пускай он уже ложку ложат. Тогда на эту вот. А не достает постоянно тарелки. Потому что, как вы думаете, кому мыть-то? Естественно, мне. Вот такая вот ложечка. Ну, 89 рублей. Почему бы и нет? Не порадоваться. Дальше. И треть. Так, четвертая, получается, крышка. Четвертая я приобрела. Бам-бам! Еще один нож. Да, я приобрела еще один нож. Как раз, чтобы у меня был комплект. Это марка Надоба. Вообще, марку Надоба. И дала им такую рекламу. У нее платить вообще за это должны. Прекраснейшая, прекраснейшая марка. Мне очень понравилась по качеству. Вот такой вот нож. Придается с наконечником. Я вам говорила, да, что я сменила эти свои ножи. И купила специальную подставку для ножей. И у меня все теперь три ножика от Надоба. Вот здесь вот они, у них нету отдельности. Все совместно с ручкой нержавеющая сталь. Ножи мне очень сильно понравились. Как раз принесла вам такую вот подставку показать. И сейчас мы поставим этих три ножика. У меня теперь три ножика. И мне этих три ножика вот прям за глаза, девочки. Прям за глаза вообще. Потому что большего мне и не нужно. У меня все ножи были непонятного производства. Разноцветные, непонятные. Вот этот вот нож, он маленький для овощного. То есть это чистить картошку, лук. Очень удобный, очень классный, очень понравился. Вот этот нож у меня идет универсальный. Такой же, немножко подлиннее. Это разделочный. А этот поменьше, сколько он там? 10, 14 сантиметров. Он идет универсальный. Девчонки, и мясо там, допустим, филе порезать. И лук опять же порезать. Ну, что вообще все, да. То есть как бы хлеб, сыр я режу. Очень классно. И вот этот третий, зачем я его взяла, да, вы скажете. Вы знаете, как я подумала? Я когда пришла покупать крышку, смотрю, этих уже двух ножей нету. Думаю, да. И на этот нож на поварской я все смотрела, смотрела, смотрела. И думала, надо он мне, не надо, надо, не надо. И в итоге я что подумала? Что когда он мне понадобится, я захочу его купить, его в наличии не будет. Мне придется покупать из другой какой-то серии, с другой ручкой. А так как я хочу, стремлюсь ко всему такому, чтобы было все такое идеально одинаковое, как бы уже набор, да. То я такая подумала, что надо взять, иначе я потом пожалею. И я взяла этот ножик. Он вообще такой, как бы шинковать там, да, допустим, ну поварской. То есть там лук нарезать, и морковь, и все остальное, что нужно. И вот такая вот подставка я вам показывала. Теперь они у меня вот так вот находятся. И мне очень нравится. Все это как в лаконичном месте смотрится. Просто классно. Вот такие вот получились ножи. Это у меня получился заход вот именно вот в этот магазин. Дом Маркет называется. Может быть, у вас поблизости тоже есть. У них сетевая сеть идет. Дальше следующее, что я хочу показать. Я забежала в Ривгош. Забежала в Ривгош. И для чего? Так как у моего мужа закончилась туалетная вода, и так как в преддверии Новый год, я решила сделать ему подарок. И долго-долго мы с сыном выбирали, что и как. И выбрали, что мы выбрали. Здесь нам надавали куча пробников, кстати. Не знаю, новое, не новое. От Givenchy новый вот этот вот парфам. Не буду ломать язык, потому что вы как бы и так сможете. Дали вот таких два пробничка. Два они. Я так понюхала. Сладенький. Ничего такой нормальненький. А дальше дали от Givenchy попробовать вот такую вот тоналку. И, значит, люмене маска. Люмене маску в пробниках дали. И еще я там лотерея у них была. Вытянула лотерею. Следующая покупка 300 рублей скидка. Но там такое ограничение. Если честно, в Ривгоше, вы знаете, я очень долгое время ничего не покупала. Как я уже говорила, что я не покупаю ни в Ритуале, ни в Ривгоше. Но нам очень понравился запах. А он представлен только для Ривгоши. Этот запах. И поэтому мы, соответственно, мне пришлось там купить. Тем более я купила не просто туалетную водичку. Я купила больше. Сейчас расскажу. Ну, что хочу сказать. Вот хочу поругать Ривгоше. Не знаю, как у вас. У меня вот просто такое негодование на них. Потому что многие делают покупки на хорошую сумму. Они могли бы порадовать своих клиентов. И сделать хотя бы какие-то ограничения, снимать. Когда они дают по лотерею. И ты вытягиваешь ее. Такая думаешь. О, сейчас что-нибудь вытяну. А там 300 рублей. На следующую покупку скидка. Думаешь. Ну, классно. Приятно же, приятно. Да, 300 рублей. И тут там написано мелким-мелким шрифтом, что прежде чем покупать, знаете, там, какие есть ограничения в марках. То есть, в которых марки не участвуют. Я позвонила на горячую линию, и марки не участвуют. И давай наперечислять все самые лучшие марки. И остается один масс-маркет. И еще такой момент, что этот купон может действовать при покупке от полторы тысячи. Ну-ну. Надо набрать на полторы тысячи масс-маркет, и у вас будет 300 рублей скидка. Но, как бы, у меня есть, конечно, покупки масс-маркет. Но в большей степени я стараюсь пользоваться профессиональными, либо, как бы, люксовыми продуктами. Хотя из масс-маркета есть очень много хороших продуктов. И я это знаю. Но, как бы, не очень-то приятно, когда вот так вот делают. Вроде как бы приятно, и в то же время тебя, хоп, в рамки ставят. И все. Ну, как бы, не знаю, как вам. Мне это не очень нравится. Ну, это такая нотка дегтя. Ложка дегтя, как говорится, да. Вот что мы приобрели. Такая вот марка Carvin. И For Home. Это линейка парфюмерная на данный момент. Вот такой вот набор. Почему я взяла набор? Что в набор входит? Во-первых, он полноценный. В набор входит у нас 100 миллилитров. Давай сейчас откроем. Когда вот открываешь, видишь, да, тебе так все это любо-дорого-богато, да. Так классно вообще все это смотрится. Ну, и мужское, соответственно, да. И там полноразмерные все версии. Здесь идет полноразмерная туалетная вода 100 миллилитров. Гель для душа 100 миллилитров. И крем после бритья тоже 100 миллилитров. Совсем недавно у меня муж говорит, ты мне хоть какой-то крем-то купи после бритья-то. Что-то как-то вот... Ну, он так как бы редко пользуется, но иногда вот так просит. Я такая увидела, думаю, о, крем после бритья, просил, нате. Водичка, нате. Ну, и гель для душа, соответственно. И что еще хотела сказать. Это марка французская, то есть производство Франция. Я ни разу такой маркой мы не пользовались. Она представлена, опять же скажу, только для Ревкоша. И у них просто вот эта вот водичка, она стоит 100 миллилитров, 4... Ну, это уже по золотой карте, мне золотая карта, 4 500. А сам набор стоит 5. И разница как бы в 500 рублей. И здесь уже еще две позиции. Почему бы и нет, наоборот, классно. И я решила как бы, соответственно, не просто одну водичку взять, а вот этот вот набор. Вот такой вот наборчик. Решили попробовать. Конечно, водичка такая, не могу сказать, что она супер-супер зимняя. Она может и на весну подойти. На лето, в жаркое лето, нет. Ну, вы знаете, у нас такая зима, не трескучая. И то у нас нулевая температура, то у нас чуть-чуть там минус. Ну, как бы нормально. Водичка достаточно такая... Я не буду сейчас говорить, какие там базы, то есть, да, что там есть, какие ноты. Достаточно, ну, мне очень понравилось. Сына тоже. Муж вроде тоже доволен. И сейчас я ее забрала, кстати, набор, чтобы отснять. Он такой, заходит в ванну, водички нету. Говорит, где моя вода? Я говорю, ну, тебе не понравилось, пойду отнесу обратно. Он такой, верни на место. Так что присмотритесь. Может быть, кому-то тоже интересует, понравится. Такая вот водичка, такой вот набор. И я приобрела своему супругу. Вы скажете, Оля, что ты так рано даришь? Когда две недели еще там, да? Две недели уже осталось. Ну, мы вот такие вот. Есть возможность, покупаем. Держаться не можем, прятаться не можем. И дарим. Поэтому вот так вот. Итак, на закусочку я оставила третий момент, куда я ездила и покупала для волос. Во-первых, я приобрела кое-что из ухода и для окрашивания. Может быть, вы уже в курсе и слышали, что я 20 лет работаю в индустрии красоты, что я стилист по волосам, что, ну, в простонародье это говорится парехмахер. Поэтому, когда я не делаю сложное окрашивание себе на голове, соответственно, это должны делать мастеры, то я, когда я делаю в один тон окрашивание, я всю жизнь блондинка, всю жизнь осветляюсь, то я это делаю самостоятельно дома. И чтобы это делать, я это делаю только профессиональной косметикой, только профессиональными красками. И, соответственно, ну, не такими-то дорогостоящими. Я разные пробую по-разному. Первое, что я приобрела для себя, попробовать не пробовала ни разу, от марки Шварцкоп. Профессиональная линейка двухфазная для легкого расчесывания, увлажнения. 200 мл здесь. Вот так вот балтываете. Сегодня я ее попробовала. Достаточно хорошая. Я ее, знаете, где увидела своего мастера. У меня здесь в Москве есть два мастера, которые меня обслуживают, ну, которым я хожу. Одна мастера достаточно далеко, она чуть подешевле, а другая мастер новоденха, чуть подороже. Поэтому я хожу как бы по настроению, по желанию. Хочу ли я далеко ехать, не хочу. Соскучилась. Ну, такое бывает как бы, да. И одного из мастеров я увидела вот этот вот двухфазник. Я даже такая подумала, ну, блин, надо попробовать. Ни разу не пробовала, честно могу сказать. Бонакуры. Ну, вот попробовала, сегодня понравилось. Так что присмотреть, советую. Допустим, в промежутках с маслами я так обычно пользуюсь. Я как-нибудь сниму видео, что конкретно я использую для ухода за волосами, чем мою голову, как мою голову и так далее, и так далее. Потому что к этому вопросу должно подходить тоже правильно. И, допустим, не всегда я использую масла на кончике. Можно использовать вот такой двухфазник, почему бы и нет. Вот я его приобрела. Кстати, по поводу цен. По поводу цен. У меня здесь накладная есть. О, попала. Где я это все приобретаю, тоже сейчас расскажу. Так, двухфазник. Конционер спрейн, тенсивное увлажнение для всех типов волос. 200 мл. 430 рублей. Смотрите, 430 рублей – это оптовая цена. Я приобретаю на складах Марина Роща. Может быть, наверное, вы многие знаете. Это Марина Роща. Точно адрес не могу сказать. Вы забейте в интернете, вам адрес помощи. Google, Яндекс и так далее. Там, значит, уже определенных у людей я приобретаю. Цены оптовые. Минус в том, что там надо набрать на 2000, тогда у тебя будут оптовые цены, в розничном там не продают. Но 2000 – это не так много. Если вот так вот посчитать, что, допустим, тебе надо, там, если ты так хочешь покраситься дома, или там шампунь, опять же, там, опять же, бальзам, опять же, там, какой-то уход или еще что-то, соответственно, быстренько наберется на 2000. Поэтому я вас уверяю, как бы это небольшая цена. Вот этот вот фазник 430 рублей, да, ну, как бы уже здесь, допустим, вот у меня рядом есть магазин, у меня есть профессиональный магазин. Ой, я не знаю... Ой! Доигрался. Я даже не знаю, сколько он там стоит. Ну, я думаю, что не меньше 600 рублей. Точно. Не интересовалась, не знаю. Вот такая вот, значит, двухфазник такой, вот я купила. Дальше. По поводу, я ходила вообще купить себе для окрашивания. Что именно? Понимаю, мое окрашивание происходит, ну, просто уже отросли корни, ну, на камеру не так видно, наверное, может, видно. Я делаю два этапа. Первый этап – это осветление. И второй этап – это тонировка. Имеется в виду, я не буду глубоко углубляться в этот момент, я просто покажу, что я использую. Это, как бы, уже отдельная тема и отдельный разговор. Значит, для осветления я могу использовать как порошок, он у меня есть тоже, шварцкоп, но я хочу перейти на смягчающую версию. Я одно время пользовалась очень-очень долго. Это блондор марки Вэлла, софт блонте. Его еще между собой называют ромашка. И, значит, что здесь? На масляной основе очень мягкий, очень хороший. Там такой вот определенный тюбик, вы выдавливаете. Ну, как такой вот тюбик. Здесь, правда, 200 грамм. Ну, понимаете, мне одно это для работы, конечно, это маловато, мне одно этого достаточно. Стоит он, вот как раз, 650 рублей. А так он в профессиональных магазинах, я знаю, стоит около 1000. Ну, не меньше 800 точек. К нему вместе с этим осветляющим порошком я покупаю, значит, оксид, соответственно. Смотрите, оксид я не концентрируюсь из своего опыта, я знаю, я не концентрируюсь на том, что не обязательно брать именно, ну, я не беру именно вот там Вэлловской линейки, оксид надо взять, или там самое дорого, или еще что-то. Я пришла в магазин, спросила, самый дешевый оксид у вас, какой мне сказали капус. Итак, литр, литр капуса стоит 175 рублей. Соответственно, в обычных, ну, в профессиональных магазинах он столько не стоит, это вот именно что оптовая цена. Это вот все, что я сейчас вам показываю, я набираю на 2000, соответственно, оптовые расценки. Значит, я взяла три оксида, это 6%, соответственно, я взяла 3% и полтора. полтора у меня происходит тонировка, соответственно, ну, как бы есть такое, что, смотрите, здесь написано, сейчас только читаю, кремообразная кистительная эмульсия с гиалуроновой кислотой, вау! Капусом, я не помню, пользовалась, нет, честно говоря, могу сказать. Вот. Ну, отзывы неплохие, вроде хвалят. полторушку я использую для тонировки с краской, которую я сейчас вам покажу. Это для тонировки, именно для тренировки. А для осветления я могу использовать как 6, как и 3. Это все зависит, я именно индивидуально, это именно мои волосы, потому что мои волосы, допустим, с порошком, я могу взять и осветлить стрешкой, и мне хорошо осветляется. У меня холодный цветотип, пепельный русский цвет, и поэтому, соответственно, седьмой уровень, ну, как бы, кто понимает, о чем я говорю, кто знает. Либо я это делаю с шестеркой, не знаю, как бы, я это все смотрю индивидуально и по-разному. Я также могу протонировать на тройке, не на полуторке, а на тройке, это будет интенсивная тонировка. Есть пастельная тонировка, есть интенсивная тонировка, поэтому, как бы, только не надо меня, как бы, как вам сказать, сейчас, может быть, будет шквал каких-то комментариев в этой области, это сколько, допустим, врачей, столько мнения, сколько мастеров, столько и мнения, поэтому я исхожу из своего личного опыта. Вот такие вот у меня оксиды за 175 рублей литр капус и для тренировки я взяла две красочки Игора Роял Шварцкоп. Я беру 9,1 и взяла еще 8,1. Игору не совсем люблю, как саму краску, потому что она достаточно жесткая. Я с вами соглашусь, кто на том конце мне скажет об этом. но очень люблю этот цвет Сандра 9,1. Я люблю, как он смотрится. Это очень красивый цвет и почему взяла даже 8,1? Я их смешаю 50-50 и я понимаю, что я делаю и поэтому как бы чтобы сделать тренировку ну очень красивый цвет получается. Игора там стоит 1 тюбик 180 рублей. У меня в профессиональном магазине стоит 360. Вот так вот. Поэтому вот такие вот краски я купила. Будем с вами скоро, кстати, краситься. Надеюсь, что я решусь отснять это и вам показать, как я это делаю в домашних условиях. Я сначала осветляюсь, потом тренировку делаю. Ну вот такие вот покупки как бы я совершаю. Это еще раз повторюсь, Марина роща. Там есть склады недалеко от метро. Ну я до Рижска доезжаю и там иду пешком. Но в принципе в интернете если вы забьете вы все узнаете точно адрес сейчас не могу вам сказать. Ну что, девочки, это все покупочки, которые я вам хотела показать. Видео достаточно затянулось, но мне было в какой-то степени даже радостно с вами поболтать. Я надеюсь, что вам тоже. поэтому вновь приходящие девчонки, когда вы смотрите, не забывайте подписываться. Для меня это будет как стимул, как поддержка, как энтузиазм двигаться дальше. Поэтому спасибо за то, что вы заглянули. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх и до новых встреч. Берегите друг друга. Пока-пока. Пока.